привет друзья и рад приветствовать вас на канале капитан герман и сегодня у нас будет материал посвященный всем известной вам лодки купидитас вы все знаете что илья и аня лодку продали и мы будем брать интервью у димы у нового владельца лодки он вам расскажет о себе и о своем жизненном пути и о своих планах на будущее а сейчас давайте сделаем небольшой флешбек назад и я вам расскажу немного о предыстории как все начиналось и как происходил переход через карибское море с мартиник погнали алё да привет посмотри здесь в панаме двухнедельный карантину я тебе уже говорил но панама открыта я можно прийти сюда конечно давай сделаем так давай я тебе дам сейчас телефон брайна он управляющий мариной ты там про место про все договорись отлично тебе сколько эти там 1200 миль а погоду смотрел нормально ну все давай договорились тогда дальше уже спишемся в мессенджере собирайся до приваливать все давай ждем ну что дима искупить это со уже на подходе купить или скупить или сэйлинг веса мушу колын дурами но и сергей на связи привет слушай скажу и договориться с мариной я же так понимаю все равно ты на пару дней станешь нам дух перевести да спасибо ты говоришь да хорошо я сейчас делаю я подойду к марине договорюсь тебе сколько там часик остался меньше и часик остался слушай я пытался вызвать на всех каналах 7 2 7 3 4 там никто не отвечают они я сейчас подойду прямо в офис они уже работают и все организуют давай 11 1 1 что я сейчас хожу в марину и договорюсь я думаю что где-то рядышком с вами поставить я обо всем договорился они тебя ждут как подходишь ближе либо мне либо 74 канал я их там взбодрил они его будут слушать а ну часик короче давай добраться тебе хорошо сейчас немножко поддувает диме сказали становиться вдоль правым бортом я ему уже сказал что он центр и повесил низко дима 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 ты меня слышишь прием смотри вот и сейчас видишь здесь куча лодок стоит вот иди где-то в середину этой каши а потом тебе нужно будет пройти так чтобы ты порт сайдом шел всей вот этой вот куча лодок но близко близко к лодкам и потом как до конца дойдешь сразу поворачивай на лево на 90 и иди вдоль буев вдоль лодок которые стоят вдоль понтона я те тут махать буду на тебе должна подходе нормально здесь можешь поворачивать налево спокойно там дарифа далеко еще диму сейчас поставят в другое место рядышком с нами то есть вот это место где он должен был стоять его переставят на такой же понтон как у нас где я стою вот тебе сюда надо будет проехать и бросить мне задний я тебя разверну просто руками таки давай уже на собой приготовлю зад не работает зад не работает зад не работает ну отлично все на собой давай смотри у него через нос он идет видишь накинут скажи когда скажи когда я остановлюсь скажи когда я остановлюсь все все слишком стоп стоп how long did you spend in trip how many days nine days ok so what should i do now i will tell you ну что привет привет добро пожаловать в панаму что дима как тебе переход отличный переход сложно было не таки с погоды повезло погода отлично просто кайф ведешь закат и ты в одно лицо сколько прошел 1200 сколько не 9 дней ровно на самом деле было да не можно можно нормально ходить если нормальная погода нормальные условия если что-то пошло не так конечно в одно лицо тяжеловато причем этот ничего не ломалось единство только этот ролик кашкота это даже не считается это за поломки не считает хорошо меня спасно было сразу срезал на самом деле он так закусил что я думал придется резать таки этого гигашку потому что он прям никакого нибудь еще не болгаркой ролик не болгаркой у меня есть не было бога я не поработал не перебивал не сухого не забывал не в долгий чатый эфирный канал я не понимал не в долгий я всегда на мой канал тыкидал 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 а у нас утром у меня пятерка они парень говорят они понравятся а сам полега себе не буду что у тебя с парусом случилось? с парусом? да там немножко отремонтировать надо было а ты его уже отнес, да? да вот там на галцевом угле вот это порвалось ааа понял просто новая он ее вшил, да или нет? что он делал? нет это старая там на галцевом я понял да 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 а там новенькую поставил да понял там буквально 20 минут работы и все ну нормально ну что давай вот тебе туда запихнем да 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 не хочешь пиццу заказать? да, хочу сейчас посмотрим если она приехала или нет вот так давай давай на здоровье ну что посмотрим приехала пицца или нет ну что же у нас здесь вот вы видите машину вот она да значит пора идти за пиццей ха-ха-ха-ха ну что машина с пиццей здесь надо идти заказывать ну что готов к пицце? готов погнали что вот мы уже подошли к машине с пиццей хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе курица хамон папирони хинду премиум есть есть премиум есть есть специалист гава гавана пицца наставка пицца доставка пицца у меня так номеров в功 кв отрокарно 4 мяса у чего там нет на следующий раз и сама возьми не довольно кепчик эту штуку хот соус с манго очень острый прямо огонь ядреный это что баско а это вообще было случайно на самом деле у меня друзья моей жены бывший вот собирались учиться на шкипера вот и у них группе не хватало человека одного и они что-то позвали говорят не хочешь типа вот с нами там но через нее там она узнала что я всякими увлекаюсь там спортом типа там сноуборда там и так далее и это какого позвали меня в группу на обучение вот я сразу как бы приехал в греции мы туда ездили получил лицензию шкипера и вот как бы на самом деле первый раз был на яхте вообще раз сейвел я в двенадцатом году вот начал то есть 12 года считаю там девять лет практически какие у тебя сейчас права у меня сейчас идет мастер а и войти вот я недавно буквально кредил свой боболт шкипер у меня как бы я в зеландии жил большую часть времени вообще права не нужны никакие вот был в россии думаю об заняться обновите права сделать более продвинутую лицензию получил мастер ну в основном да вот последний я с 13 в тринадцатом году получать сюда переехал и жил там без вылаза несколько лет последние только там пару лет я был проект в россии я часть времени проводил в россии в основном это solution architecture так вектор делаю различные решения там для крупных для мелких компаний каким год как почему вот этот купедида состоит здесь я приехал во францию на два дня буквально там выходные вот как раз перед к видом все это случилось и когда я туда приехал на следующий день закрыли все границы и все отменили я там застрял и сидел во франции месяц-два там вот потом у меня родилась идея там а почему бы не купить лодку там я продал там машины удаленно там еще что-то думаю куплю лодку и до ней доплыву до новой зеландии такая родилась идея сначала такая призрачная потом она такая все явнее и явнее становилась я начал искать лодку потихоньку во франции но во франции там ничего подходящего не было там цены были заоблачные качество было очень плохое мне ничего не понравилось вот и потом я увидел это объявление вот за или следил давно за их каналом и знал эту лодку вот увидел это объявление что я продает лодку написал ему буквально этот он мне сказал все условия буквально через час я ему ответил говорю да окей давай сейчас посмотрю если есть билет я прилечу и возьму лодку а я была франция они были на мартиниг то есть можно было добраться там на самом деле были с перелетом сложности и об этом пост делал у себя там этот и на самом деле не знал до конца смогу ли я долететь или не смогу потому что информация везде была противоречивая франция сказала что да конечно летите пойти билет на сайте правительства франции и мартиниг был написан что нет вы не можете путешествовать только есть там по определенным причинам важным в итоге я сделал с моряком который спасает лодку от урагана и как бы там это важная причина на самом деле ну да да для мартиниг мы тоже себе подумали что это причина важная и сделали там крыльесты назначили меня шкипером положили документы под лодку там все собственности регистрации и общем-то все это у меня долго проверяли при посадке на самолет и в итоге пустили да знаешь на самом деле я искал совсем другую лодку я искал вообще 45 футов бенету 473 вот так либо до клипера мне они нравятся очень вот ну максимум я искал 423 то есть вот 42 фото для меня был предел такой по минимуму этот размера но потом вот увидел эту лодку подумал чем бы нет на самом деле прилетел практически там вот ну не глядя того прилетел там и все это оформили и дальше начал полки немножко приживаться чем дольше больше я приживался вот я сейчас переход еще сделал в 1200 миль слова вот чем больше я владею лучше больше нравится на самом деле потому что я удивлен и ходовыми характеристиками и внутри она мне тоже абсолютно нравится комфорт получил больше чем я ожидал вот этот и лодки потому что я думаю что она очень медленно с таким такой небольшой ватерлинии я думаю что я буду там тащиться 4 там узла там четыре с половиной средняя скорость вот на переходе в 1200 миль у меня было пять с половиной узлов вообще средняя скорость учитывая там встречные течения и так далее ну и до десятки а там разгонял стабильно нормально ходит лодка вообще водные виды спорта очень люблю вот я начал свейка в москве вот потом когда жил новой зеландии очень увлекался серфингом а вообще еще до этого там с 18 лет я занимался дайвинг вообще очень люблю воду с детства такая у меня страсть стихия мая сейчас один да то есть у меня были отношения до к вида к виду разрушил поэтому девушки делайте вывод скажи ты идешь дальше куда в зеландию или у тебя какие-то другие планы дайте до зеландии план на самом деле дайте побыть там какое-то время определиться вообще с дальнейшими что дальше делать вот на самом деле по дороге конечно такой маршрут интересный хочется посмотреть там полинезию вообще я очень давно хотел в полинезии поселить несколько лет буквального тоннешь там досконально изучить там на островки на все эти удаленные там по заплывать на толы вот и не знаю сейчас дойду до полинезии посмотрим что там будет с планы может они поменяются звать и отложится у меня есть и я начал вести теграм-канал вот есть инстаграм аккаунт вот два основных две основных соцсети которые считаю свести по сейлингу ну что друзья вот очередной выпуск подошел концу я рад был познакомиться с димой и сделать интервью и рассказать вам о новом владельце известной лодки ну что дима я тебя поздравляю спасибо у меня к вам есть большая просьба пожалуйста не пишите в комментах не мнение диме о том что случилось с ильей и аней если вы хотите узнать о судьбе пожалуйста задавайте вопросы напрямую потому что не я не дима мы к сожалению не знаем всех деталей происходящего мы знаем исключительно фактаж о продаже лодки друзья не забывайте подписываться на мой канал не забывайте пожалуйста заходить на социальные сети дмитрия и если вы хотите дальше знать о судьбе лодки и о том что делает дима пожалуйста подписка лайк и и собственно все пока пока